Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Некоторые эксперты считают, что в будущем чтение традиционных бумажных книг станет элитарным занятием, уделом немногих гурманов. Могут ли оправдаться прогнозы? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с Натальей Гришиной, директором Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Здравствуйте, Наталья Николаевна! Скажите, меньше ли стали читать в нашей стране? Здравствуйте! Этот вопрос задают себе сегодня очень многие. И надо отметить, что социологические опросы, проводимые как в нашей стране, так и за рубежом, показывают, что объемы выходящей литературы по сравнению с бурным пиком развития издательского дела несколько сократились. Но тиражи этих изданий и число читающих, если и уменьшилось, то не так значительно. В разные периоды разную картину показывают исследования, но мы совершенно точно видим, что люди продолжают читать. И интерес и потребность в пополнении своих знаний остается. С таким количеством современных гаджетов не уйдет ли бумажная книга в прошлое? Это тоже вопрос, над которым сегодня бьются все. Его анализируют и издатели, и книгораспространители, и держатели таких традиционных ресурсов, как журналы, библиотеки. И все сходятся к тому, что на самом деле электронные ресурсы и возможности цифрового чтения кратно увеличиваются и расширяются эти возможности. В ближайшее время, я думаю, что где-то в течение 10-15 лет, по крайней мере в нашей стране, традиционное чтение все-таки будет сохраняться. Но наступление электронных ресурсов и у нас в стране будет расти. Сегодня, вот мы не так давно слышали анализ, который сделал директор государственной библиотеки национальной Ленинки Александр Иванович Вислович. Он привел статистику, что впервые за все время обозрения объемы выданных электронных ресурсов превысили объемы выданных ресурсов на бумажных носителях. Действительно, с ростом технического переоснащения, с модернизацией библиотек, когда поставлена задача правительством и принят соответствующий документ, мы должны к 2000 году 75% своего книжного фонда перевести в цифровой формат. Это не значит, что все библиотеки будут оцифровывать Пушкина и Лермонтова. Этим занимаются национальные библиотеки, но возможность доступа к этим источникам в цифровом формате будет увеличиваться. Но ценность подлинной настоящей книги все равно останется. Именно через эти ресурсы, традиционные материальные ресурсы, которые мы можем держать в руках, глубокие исследователи и знакомятся с теми или иными направлениями в науке, в образовании, в культуре и так далее. Поэтому баланс будет еще сохраняться. В разных регионах этот процесс будет идти по-разному, но сегодня совершенно очевиден это направление, активное наступление электронных цифровых ресурсов. Сегодня много разговоров идет о том, что люди стали читать больше массовую литературу. Действительно ли это так? Это тенденция везде и всюду. К сожалению, это уже отголоски тех процессов, которые были начаты в 90-х годах, когда мы видели, как снижается ценность подлинных фундаментальных знаний, престиж науки и образования падал. И вообще объемы научной литературы просто упали катастрофически. Закрылись целые издательства, которые готовили к печати труды ученых. Труд преподавателя, ученого, аспиранта, научного сотрудника был долгие годы обесценен. И поэтому просто не создавались труды, которые можно было переиздать. В процентном отношении объемы научно-технической, научно-естественной литературы по широкому кругу, гуманитарной литературы, в принципе, научной литературы сократился многократно. Сегодня этот процесс, его нельзя одним желанием возобновить. Поэтому это длительный процесс. И, безусловно, интерес к популярному чтению, легкому чтению, развлекательному, детективному жанру, он традиционно высокий. И мы это отмечаем. Но радует то, что вообще интерес к художественной литературе сохранился. И он достаточно стабилен. Это уже хорошо. Но вот спектр развлекательного чтения, особенно в летнее отпускное время, увеличивается многократно. Читателей какого возраста вы видите у себя в библиотеке? Вообще посещают все группы населения. Мы сегодня принимаем в библиотеке, в соответствии с законом о библиотечном деле, любого гражданина от ноля до бесконечности. Правда, до 14 лет с родителями. Среди наших читателей больше молодежи, студентов, учащихся, аспирантов. Они стабильные наши посетители. Но при этом мы создаем возможности и приглашаем к нам и людей зрелого возраста. Они традиционно приходят к нам в библиотеку, любят читать периодику, любят получать журналы, читать их и в стенах библиотеки, и издания, которые мы выдаем на дом, с удовольствием берут домой. Поэтому мы делаем такие замеры, но, безусловно, те, кто учится, это наши главные посетители. Расскажите, появились у вас какие-то нововведения? Новые появляются каждый день, безусловно. Мы сегодня зарегистрированы в соцсетях, поэтому в наши группы читателей могут получать информацию из этих источников. Помимо этого, у нас организован электронный сводный каталог, и возможность получить информацию о тех или иных изданиях, можно получить эту информацию из дома. Можно заказать себе книгу в библиотеке, можно задать в электронном виде вопрос библиотекарю в онлайн-режиме и очень быстро получить эту возможность. Если раньше мы по межбиблиотечному абонементу доставляли только бумажную книгу, то сегодня, если у нас среди наших цифрованных материалов на сайте нет этой литературы, то мы предоставляем эту возможность и в электронном виде. Сегодня мы активно подписываем электронные издания. Большие сегменты литературы и изданий представлены у нас на сайте. Ресурсы удаленного доступа. И все те, кому нужна вот эта самая недостающая, ее нет ни в книжных магазинах, ни на полках библиотек литературы, научная, техническая, образовательная, то мы имеем возможность через электронные возможности своей библиотеки доставить эти ресурсы пользователю. Какие мероприятия вы планируете провести в ближайшее время? В этом году наша библиотека станет площадкой проведения двух больших федеральных мероприятий. В Рязани пройдет пятый форум молодых библиотекарей России. И в октябре состоится региональный фестиваль, региональная книга России. Мы всех приглашаем к нам на эти большие замечательные события. Спасибо за беседу. Наша программа подошла к концу. В завершение хочется напомнить высказывания известного писателя Дени Дедро. Люди перестают мыслить, когда перестают читать. И на этом мы прощаемся с вами. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова